Приветствую вас! Вы знаете, читая ваш текст, я хотел бы обратить внимание на два момента. Первый момент это то, что вы просите поверить нас в то, что у вас чистая, чистая и взаимная любовь. А если вы просите поверить нас, вам на слово, что у вас чистая и взаимная любовь, ну то есть вот просто на слово поверить вам, то в таком случае и вы поверите мне на слово, что чистой и взаимной любви через скайп на расстоянии не бывает. Это первое. Второе, я больше верю в то, что у вашей девушки к вам чистая любовь, а у вас к ней не любовь, а зависимость и потребность в ней. Вот просто поверьте мне на слово. И если вы поверите мне на слово, то это означает, что вы признаете факт наличие, наличие у себя проблем. Если вы мне на слово не поверите, тогда простите и я не поверю вам на слово, это у вас чистая и взаимная любовь. Просто потому что верить вам на слово, опираясь на то, как вы видите ситуацию, в которой вы эмоционально вовлечены, в которую вы эмоционально вовлечены, было бы, ну, мягко говоря, непрофессиональным. Ну, это первый момент. Второй момент. Лично у вас, лично у вас сложились обстоятельства в жизни так, что по какой-то причине вы познакомились в интернете с девочкой. И здесь мне бы хотелось сказать следующее, что обычно, как правило, люди просто так по интернету не знакомятся. Ещё раз. Просто так по интернету люди не знакомятся. Было что-то, что подтолкнуло вас к тому, чтобы знакомиться по интернету. Что именно, я сказать, конечно, не могу. Я не знаю, что именно, я не знаю, что с вами произошло, я не знаю, что у вас было. Я не знаю, какой у вас опыт, ну, опыт, опыт, я имею в виду, ну, жизненный. Да? Вот. Вот. Я не знаю. Но я знаю, что просто так люди в интернете знакомиться не идут. Поэтому, то, что я хочу вам сказать, это то, что у вас были какие-то аспекты, у вас были какие-то моменты, которые просимулировали вас к тому, чтобы, ну, вот. И мне кажется, мне кажется, что с этого, именно с этого вам и нужно начинать. Вот. В первую очередь. Именно с этого вам нужно начинать. Далее. Если вы читали, значит, в интернете про свою ситуацию, то, наверное, 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 вы поняли уже для себя, да? Вы поняли для себя, что причинами подобного восприятия данной ситуации, причины такого восприятия заключаются, по большому счету, в двух основных аспектах. Первый аспект – это аспект неуверенности в себе и потребности именно в девочке, как в девственнице, да? Как доказательство того, что вы значимые, что вы ценные, что вы ни с кем не сравниваете себя. То есть это неуверенность в себе. Это страх сравнения себя с другими. Но тем самым подспудное же сравнение себя с другими. То есть не желая сравнивать себя с другими, вы все-таки именно это и делаете, сравниваете себя с другими. Неуверенность в себе заключается, как правило, в том и возникает по тому, по той причине простой, что вы, а, не принимаете себя. Не чувствуете себя таким, какой вы и есть, ибо вы не чувствуете себя, ну, в достаточной степени значимым в жизни. В той жизни именно, какую ведете вы, в тех аспектах именно, в которых вы, значит, ну, считаете для себя важным. То есть, понятно, да, непринятие себя и чувство собственной незначимости и неуверенности, плюс, возможно, может быть, значит, страх от несодиночества и позиционирование себя, как, ну, недостаточно, не совсем полноценной личностью, полноценного мужчины. Это первое. И понятно, что данное представление, оно возникло в результате вашего опыта. Ну, вот, опыта, в том числе и детского опыта, то есть, опыта детско-родительских отношений. И, соответственно, поскольку это возникло вот именно в детско-родительских отношениях, ну, такой опыт в детско-родительских отношениях возник, то, соответственно, и разбирать его, скорее всего, нужно с этого. То есть, для начала нужно признать, вам нужно для начала признать, что проблема в вас, не в девушке, а в вас. И что, в общем-то, девочка, она, во-первых, не виновата в том, что у нее был кто-то для вас, для вас, в конце концов. Вы считаете, что она не должна жить, что ли, для себя? Да. Это, кстати, это, кстати, к вопросу о любви. Вот, и помните, я говорил, да, что вы, ну, что вы, не, вы под большим сомнением, любите ли вы ее или нет. Вот. То есть, это, то есть, такой момент. Потому что вы не о девочке думаете, вот, в данных аспектах, вы не о девочке думаете. Вы думаете о себе и только о себе в этот момент. То есть, вы думаете о том, чтобы вам было комфортнее, чтобы вам было хорошо. Это справедливо, конечно, вы имеете право на это. Но говорить о том, что вы любите девушку свою и говорить о том, что она для вас дорога, что вы хотите сделать ее счастливой, ну, как вы понимаете, нельзя. Может быть, вы этого хотите, но у вас явно есть свои внутренние, значит, конфликты, свои внутренние проблемы, которые не позволяют вам это сделать. То есть, не позволяет вам любить находиться вот в этих отношениях, ну, чистых, чистых. Ага, это вот то, что касается первого момента. Значит, то, что касается второго момента. А здесь ситуация следующая. Второй момент, значит, состоит в том, что вы, значит, считаете секс чем-то грядным. То есть, у вас есть запрет внутренний, запрет на секс. И чистый, с чистым секс вы считаете только, ну, вот, с девственницей и только если он, ну, партнер единственный друг у друга. И то, если там кто-то на кого-то посмотрел, это, соответственно, тоже травмирующая история и для вас это совершенно неприемлемо. И, на мой взгляд, восприятие секса нужно тоже корректировать. Секс это потребность. Такая потребность, как и любая другая человеческая потребность. И испытывать потребность секса это нормально. Ну, вот. А наличие девственной девственности или отсутствие ее не делает девочку чистой, значит, или грядной. Мне кажется, что если вы действительно считаете секс чем-то грядным, то и с этим тоже нужно работать для того, чтобы вам помочь, чтобы вы сами перестали страдать и мучиться. Ну, и чтобы перестала мучиться ваша девушка. Далее. С точки зрения психологии познания, с точки зрения психологии познания, постарайтесь содержать в своем осознании мысль о том, что до того, как вы познакомились с девочкой была своя жизнь. И что она не могла знать, что с вами встретиться. Или могла. По вашему мнению. Как вы думаете? Я полагаю, что именно так можно ответить вам на ваш вопрос. Я надеюсь, что помог вам. Обязательно учтите, что вы сейчас на девочку, по сути, перекладываете ответственность за свои проблемы, за свои противоречия. И думаете у меня, что вы не можете заставить себя быть к ней более открытым, более теплым сейчас, чем вы есть. Но вы можете, по крайней мере, донести до нее тот факт, почему это происходит. То есть вы можете донести до нее причины своего состояния. И признать проблему, сказать, что вы будете над ней работать, чтобы она не переживала. С другой стороны, обратите внимание на то, что девочка просит вас вернуть в себя прежнего. То есть любым девочка вас не принимает. Любым девочка вас не принимает. Это тоже важный момент. Что не может говорить наверняка о том, что у вас именно любовь. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.